Этот мост жители Нижнеозерного ждали несколько месяцев. Прошлой весной старую конструкцию уничтожила во время ледохода. Теперь железные сваи заменили на бетонные конструкции. И хотя официально движение по мосту еще не открыто, наша съемочная группа проехала здесь одной из первых. Протяженность новой конструкции 185 метров. Это 17 бетонных опор, 16 пролетов и 96 армированных плит. Аналогичные мосты уже есть в Оренбургской области. Они выдержали не один натиск стихии. Этот усилили из-за длины. На всех этапах за строительством бдительно следили жители. Работа без выходных, срок сдачи объекта был запланирован на начало февраля. И каждый этап, допустим, сваи, заливка, потом плиты пошли. Ну, полностью, как положено по этапу. Конечно, дело строительства, мы не в лазе. Контроль визуальный, допустим, такой велся постоянно. Качественный материал, конечно, он свежий. Тот-то был трубный просто. А здесь уже и армирование полностью шло. Полностью. Большой объем, как говорится, делалось. Подготовительная работа. Ну и забивка. Не кустарным же способом. Облажкой забивали. Ну, заводской. Кратчайший путь в районный центр или на трассу Оренбург-Илек. Дорога на сельхозугодье – все через этот мост. В объезд до Илека 60 километров по плохой дороге. Через мост 15. Местные жители называют его главной жизненной артерией. Стихия уничтожила переправу. Во время ледохода пострадала конструкция, которая служила людям почти 40 лет. Тогда строительство оплачивали местные жители. Денег хватило на низководный мост. ЧП стало для сельчан трагедией. Жители Нижнеозерного не оставили в беде. Сначала два берега военные соединяют паромом. Но переправа действовало недолго. Сильное течение и снижение уровня воды в реке – основная причина остановки. Вторая попытка – наведение временного понтонного моста. Он действовал до первых заморсков. В конце ноября движение транспорта на подъезде к селу приостановлено. Теперь люди с нетерпением ждут окончания работ и официального открытия моста. Жизненно необходим этот мост. Ну как же, ну потому что мы в Илек ездим, в город ездим. Не там же, где у нас насыпная дорога. Лучше-то по асфальту. И когда скорую вызывают. Вот из Кардоиловки приезжают. А сейчас врач у нас приезжает с Илекой. Один раз в неделю. Это что? Вообще мы оторваны. Так что мост нам нужен. По данным Министерства дорожного строительства области, новый мост обошелся бюджету более чем в 100 миллионов рублей. Подъезд будет открыт 25 января 2019-го. В Главном управлении дорожного хозяйства региона разработали схему организации дорожного движения. Согласно документу, перебраться на другой берег Урала можно будет по одной из полос. На месте появится светофор и дополнительные знаки дорожного движения. Ольга Энгельс, Владислав Горбунов. Новости дня.